добрый добрый вечер всем нашим дорогим слушателям наше занятие так тема нашего занятия она определена как семейный этикет будем придерживаться этикета будем придерживаться этой темы что подразумевается почему выбрали такое название казалось бы что нам до этикета нам надо семейные отношения мужем и женой романтика любовь сейчас мы говорим про этикет почему надо говорить об этом действительно сначала посмотрел вроде бы тема какая-то далекая а вот на самом деле есть смысл в ней требуется требуется обсудить ее когда эта тема появляется вначале все прекрасно знаем отношения между людьми они правило довольно таки приветливые когда люди знакомятся они очень хотят произвести впечатление не хотят сказать хорошую сторону доброту своего характера отношения вежливые учтивые когда речь идет о парня и девушки то естественно что в начале этой тем более сопровождается чувствами внимания любви и все здорово очень хорошо где проблема проблема что когда женится и когда уже входят в такое русло в будни жизни о вот тогда вся эта романтика все это воодушевление все это все это куда-то уходит а а что остается остается только вот базисные отношения человеческие которые есть жена ходит уже по дому особенно не заботясь о том как она выглядит мужу как правильный проще там уставиться то есть когда-то это был в телевизор в компьютере еще можно что-то провести время гораздо лучше чем разговоры джин что остается остается вот 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 каждый как он есть со своей культурой что называется вот тогда вы тогда появляется необходимость в каких-то минимальных правилах человеческих отношений то есть мы сейчас говорим о самой базе самой базе которая есть приходит на 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 советом уже когда все запуталось и часто бывает что а проблема за них то что есть у каждого какой-то уже есть отношение другое мужу к жене а всего лишь так как уже отношения перешли к такой картине то всего лишь выходит это самая культура в которой или человек вырос чем кричит он орёт почему потому что так он привык в том месте где он вырос в семье или подворотник где он уже сама девушка жена реагирует почему потому что так женщины вокруг и реагировали обязательно что показать свою свою не показать свое отношение показать что я обиделась бы это все базисная культура теперь вот эта базисная культура если она не действительно культурно вас создает большую проблему она задает конфликты создает нерешаемость эти конфликтах непонятно откуда они берутся они набираются и набираются и набираются набираются набирать поэтому так важно несмотря на все быть человеком культурным это после всего после всех наставлений после всего что свыше но есть что добавить на что должно нас сопровождать в рутинной жизни то давайте теперь поймем попробуем чуть больше понять что имеется ввиду принципе как вообще к этой всей теме подходить надо как-то очертить границы этого семейного этики давайте спросим каждого из нас вот спросим такой вопрос вот скажите кто хочет быть или там кто хочет прославиться кто хочет чтобы его считали как человека ненормативного нахала как агрессивным человек нетерпеливый эгоист и обвинитель уверены в себе россии и просто глупец кто-то хочет быть таким скорее всего никто но видите что получается у когда мы теряем контроль над собой когда мы становимся точными точнее мы становимся теми кто я есть то есть выходим на базу нашего человеческого существования вдруг выясняется что у нас практически по всему списку вот так нас видят нас так видит что видение вы ненормативно этот агрессивный этот нетерпеливый эгоист этот какой-то глупец кто хочет этим быть скорее всего так как больше всего нас волнует какое-то неодобрение по отношению к нам сами это то что может нас задеть и это здорово это очень хорошо вам потому что это может запомниться то вот тут про видимую и проходят границы семейного этикета то есть когда мы говорим об этом этикете то мы имеем ввиду целый список целый список о том что человек должен быть наоборот тому что мы перечислили если мы говорили о каком-то человеке ненормативном может быть нормативный сейчас объясним что это такое ой смотрите нахалы значит наоборот человек должен быть очень такой уважительный глупец но он должен быть умным он агрессивный нет но должен быть спокойным вверх терпеливый эгоист должен быть альтруист с того что обвинять наоборот надо поддерживать находить оправдание вот те самые границы то есть можно конечно все это перенести на репети шмиде что это тоже нужно имеется ввиду спасибо как у нас приучивали и правильно делали приучивали хорошо о том что на сказать спасибо нас как пожалуйста надо этикет внешне хорошо это тоже нужно внешне внешне этикет тоже но им не ограничивается эти отношения то есть даже если мы в доме скажем спасибо и скажем пожалуйста а при этом будем вести себя ненормативно не сильно это поможет нашему союзу нашему миру в доме поэтому в такой ситуации такой ситуации очень очень важно и чтобы мы да были осведомлены мы до хотели и искали вот это минимального человеческих и рамок вот этого этикета который держит нас в этих рамках давайте чуть-чуть перечислим покопаемся в этом только может быть еще несколько слов до того как как это практически осуществить очень легко указать на то что правильно многие из нас кстати говоря теоретически это сами могут вычислить особых особых нету проблем как это момент это случается как это осуществить так вот во всем что касается человеческих отношений то есть то что касается отношения человека к другим а это относится к нему самому кому как он видит мир и как он и надо как он может поменять себя в этом смысле никакие изменения даже если они правильные они не приходят ни с того ни с сего каждый из нас знает что попытка что-то поменять себе было очень кровавая то есть мы пытались а что-то делали и в конечном итоге ничего не получилось как говорят получилось как всегда верно силу привычки оказалась гораздо сильнее как же все-таки можно будет что-либо осуществить это очень очень важно это заранее подготовить себя например вот занятие которое у нас есть сейчас оно может быть как некая знаете затравка только как бы первое как бы а о интересно да а этого да это важно это приоритет да надо приоритет выставить это и тогда что тогда мы начинаем придавать этому значение вы видите многие вещи очень правильные они приходят нам в голову и уходят ничего не меняем мы не останавливаемся мы не задумываемся мы не пытаемся это переварить и чтобы достала частью нас чтобы дошло до сердца дошло до сердца имеется ввиду центр желаний прям до желания и тогда мы сможем что-либо сделать собой изменить это очень-очень важно составляющая часть потому что все остальные объяснения разъяснения ну я уверен что большинство из вас могут мне все это рассказать может даже лучше уяснить прояснить как снова и снова то есть например если эта тема вот этого семейного этикета и все что кроется за ней это нормативные человеческие отношения базис минимальных которые создают условия просто нормальной жизни время провождения совместно чтобы это не было пыткой адом ежедневно это надо как-то тоже выставить в список приоритетов высоко высоко думать об этом говорить об этом и обсуждать две подруги или знаете или или со своих и брутами и чтобы это была тема чтобы таким а вот я слышала вот так и так а вот и слышал так и так вот а вот вот тут такая граница давай как ее не нарушать если человек об этом вообще не задумывается и когда это уже происходит какой шанс что он что-либо поменяет в себе какой шанс что он сделает исправление чугу практически нулевой поэтому мы видим ту же самую картину из такое понятие называется наступить на грабли как так после первого раза я помню я в своем все юношестве наступил я я бы очень хорошо это помню это было классические прямо так вот на грабли папа по лбу есть вопрос почему второй раз почему 3 почему 4 мы каждый раз сказать может быть когда касалась этой физической боли мы среагировали очень правильно то есть а все это второй раз не надо а вот а вот а вот а вот то что касается душевные боли почему-то мы готовы на те же самые грабли снова и снова и снова и снова и снова наступать если мы прокрутим наши как бы вот эти будни семейные да мы начнем замечать что что все эти споры как они все повторяются чуть ли не приблизительно той же самой базе и снова и снова и снова как же тут это же больно и тем не менее допускаем этого не 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 стараемся эти грабли вынести на улицу или поставить какое-то безопасное место как же так почему душа может страдать тела нет хотя все должно быть наоборот мы люди религиозные понимаем что основной это душа она вечная она должна остаться и на тот мир а тело бренное оно пришло из праха уйдет в прах дорогие друзья надеюсь мы чуть-чуть и эту тему которую на самом деле она не знаю может быть не менее важна чем чем суть о которой мы обсуждаем как подготовиться как 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 работать над этим как и снова и снова пробудить свое сердце чтобы обсудить эту тему обошло что-то было важно хотеть 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 нормальной жизни надо повторять много раз я хочу нормальной жизни а что ты делаешь для того чтобы хотеть нормальной жизни ну вот как минимум будь человеком с простым этикетом человеческих отношений которые создают пространство и для других людей чтобы им было как-то комфортабельно жить давайте прикинь теперь перейдем уже к каким-то конкретным примерами конкретным вещам которые могут помочь нам хоть чуть-чуть разобраться в этом вопросе и давайте начнем по-видимому с самого основного что больше всего создает конфликтные ситуации в доме и связанная действительно с нашей культурой поведения и самая больная точка самая чувствительная которая у нас есть это наше эго что значит наше эго каждый человек он видит себя если не центром мира но человеком по крайней мере уважительно иначе он жить не может не существует он кто-то что-то может быть я там не самый великий я может быть не сам но тем не менее кто-то что-то иначе иначе не может жить теперь какой бы человек бы не был даже как бы его не не уважали на школе даже в семье порой очень когда он женится она выходит замуж чего не жду не то что компенсации но не ждут как бы этого момента как и у нас написано то что в принципе база всех отношений между мужем и женой это уважение это уважение насколько насколько это важно чтобы жена уважение мужу что это напрямую повелевается из рамбам напрямую говорить о том что обязана жена уважать мужа больше чем надо мы увидим что когда вам пишет и по велению мужу кроме того что упоминает о любви к ней он говорит и должен должен уважать уважение это база всего вот вот в этой точке у нас есть основная проблема сколько слез сколько недоразумений из-за чего не за того что кто-то принципиально хочет унизить один другого нет если такой если такой будем закрывать на это глаза давайте поговорим о тех случаях когда на самом деле не хотят это делать так получается так часто бывает о том что мы что-то сказали на сказав вторая сторона обиделась начался выяснение отношений к скандалу я же не имел ничего ввиду что ты не имел ввиду почему же вторая сторона обидел ко второй стороне тоже надо принести претензии секундочку почему-то столько столько легко получается обижаться тоже часть культуры которые есть поэтому тут надо две стороны разобрать то есть мы говорим о том что всего лишь навсего и культура поведения всего лишь навсего привычки как мы говорим какими словами как обращаемся к взглядам все что человек выражает порой даже не словесно но несет отношение к другому человеку если люди которые привыкли пренебрегать руки и они когда они опускаются на свое базисное состояние они не всех вокруг продолжают пренебрегать для них это выживание для них это единственное вот унизил кого-то другого почувствовал себя человек особенно из мужчины у которых вообще вся жизнь кровь крутится вокруг уважения к ним они очень-очень любят там 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 кого-то там вокруг них там одно вьючное животное тот вообще какой-то крупное этот мелкий почему потому что приятно поспал кого-то вот он такой да вот особенно кто там не умеет водить машину или там не разбирается это чувствует себя на высоте иначе он жить не может потому что кого-то унизил вот это его оказывается базисная культура что он с ней будет делать куда он ее он женился он же ее не может куда-то ее спрятать она тут же не выйдет из него и тогда он будет относиться к жене с пренебрежением будет говорить какие-то слова будет обзываться есть вещи которые уже забыл что она существует обзываются просто как все обзывается это что обзывается говорят такие клички всякие я же не говорю тут даже даже могут сказать не 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 цензурно я знаю говорит вещи обзывают друг друга нехорошими словами это культура теперь вторая сторона естественно она из этого обижается из-за чего не хотел ее обозвать это это да нет я не собирался обозвать она действительно такая как ты сказал это точно вот точно образное сравнение нет нет признаюсь нет почему же ты говоришь а я не знаю почему не знаешь так вот когда мы говорим о семейном этикете говорим о никакой программе минимум чтобы мы жили в семье и создали условия совместного проживания нормально для самих себя вы же сами себе все это портим мы же сами себе этот вечер испортили свои культуры как-то надо вот как первая тема первая тема обсуждения которые есть научиться уважаем других что это что это включая огромная тема это сам сама по себе мы только и первую перечисляют она самая важна а что значит уважать других людей уже от людей других людей это можно смотрите а пусть тут два из пути один он простой и сложный а второй сложный простой что это значит одна возможность это работать с корни мамаш корни в корни это самое у это дает колоссальный результат это чтобы учиться уважаться других людей надо видеть себя не выше них надо видеть достоинство всех людей но это изначально это 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 исправление в корне в качестве высокомерия который начинает исправляться уменьшаться и переходят в смиренность скромности человека когда он не видит себя кубом земли и тогда он автоматически у него просто не получается относиться к другим не уважительно он будет говорить всем уважительно это одна возможность она очень сложно осуществить человеку очень тяжело работать самим собой особенно в этой области почему потому что это практически чуть ли не вечер другая возможность давайте это значит разберем по деталям и вот будем указывать на каждую деталь в отдельности его целый список давайте будем 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 работать о чем речь идёт речь идёт о том что мы говорим и как мы говорим и что это включает не только словесное выражение выражение лица и есть такое понятие сфатагуф и как бы что наше тело даже говорит надо научиться этому значит ну вот что называется подетально как бы деталь в отдельности что имеется давайте начнем с очень быстро перечислим это сама речь полностью исключить естественно нецензурной выражение приблизительно так сказать нельзя даже говорить и слова обзываться как же можно, это же самые близкие люди, полностью все это, то есть подумать, я такой, я такая, тогда и исключить, 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 исключить. У меня это получается произвольно, верно, но я буду работать над собой, чтобы это исключить. Есть, кроме этого, целый список, тут мы сегодня перечислим, есть всякие разные словесные выражения, которые мы очень любим употреблять, в качестве такой колкости, чтобы дать другому понять о том, что я недоволен. У нас есть целый набор всяких разных фонотипов, цинизма, всякие разные иронии, насмешки. Есть люди, которые специалисты в этом, они просто не в состоянии сказать одной фразой нормально, все, 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 как-то вездевку, все как-то, насмешку, все должно что-то подчеркнуть плохое, что-то найти, что-то унизить кого-то. Так было бы здорово, если бы человек мог себя записать. Вот раньше, раньше, я помню, давали совет, давали совет записать свой голос, вот эту часть, которую мы говорим. А сейчас, мне кажется, уже надо записывать видео, чтобы человек видел себя в целом. И тогда, как он увидит, увидит, что он говорит. Но на видео есть еще дополнительная вещь, очень-очень важная, которая может очень задеть другую сторону. Не только, что мы говорим, но и как мы говорим. Другой выясняет, что наше лицо несет такой дух надменности, дух высокомерия, который никто не терпит, кто не любит этого. А тогда мы вызываем дух противоречия другой стороны. Просто, ну, тянет жену теперь сказать что-то наоборот. Или наоборот. Мужу сказать, посмотрите, как нам происходит, и людям, как это происходит. Поэтому, в такой ситуации надо, надо, надо как-то больше начать думать именно на этой теме. Например, писать себе записку, или, знаю, написать себе на доске. Моя цель научиться уважать жену, научиться уважать мужа. В чем это будет проявляться? Я не буду говорить обидных слов. Я не буду говорить это с выражением надменным. Я буду думать о том, что я говорю, чтобы это не принести боли другому человеку, то есть близкому человеку жене. Огромная тема. Огромная тема. Огромная тема. Это не тема само по себе, это уважение. Она, 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 это этика отношений, которая должна, этикет отношений, которые складываются в семье, в первую очередь строятся на уважении друг к другу. В первую очередь. В первую очередь. Это база всему. То есть научиться, научиться уважать друг друга. И тут много-много составляющих. Мы говорили, мы наверняка можно набрать среди лекций, так сказать, тем уважением вы найдете там много-много-много деталей. Есть тут и вторая сторона. которая тоже относится удивительно, но она относится к теме, той же самой теме, я знаю, ведь этого семейного этикета. То есть когда есть сторона, которая обижает, которая относится неуважительно, есть вторая сторона, которая это воспринимает, что это неуважительно, которая обижается. Да, есть обижающие, есть, которые обижены. Теперь у нас, как правило, фокус направлен только на тех, кто активно обижает, то есть занимает активную позицию, является как бы причиной этого. Неверно, так и нужно. Естественно, что это основная проблема, и надо смотреть в корень. Но оказывается, что наша грейская мысль, она смотрит чуть-чуть шире на эту ситуацию. Есть подход совершенно другой. Вопрос, который мы спрашиваем, как правило, он состоит в том, что когда нас обидели, то не только проблема в том, что есть кто-то, кто нас обидел, но проблема в том, что я оказался человеком, который с легкостью обижается. Это тоже оказывается часть нашей культуры. То есть есть, естественно, сторона объективная, которая обижает, соответственно, что я обиделся, меня унизили, значит, я почувствовал себя униженным, я, соответственно, отреагировался. Есть вопрос, в какой степени чуткости это находится. Есть ситуации, в которых муж даже не успеет намекнуть, что ли, а жена уже обиделась. А я уже обиделась. А я уже успела, говорю, я раньше тебя обидел. Вдруг выясняется, что это часть культуры, это не часть души по-настоящему, а часть культуры поведения, которое сложилось еще в детстве, в юношестве особенно, в всяких разных этих спорах, отношениях между сестрами, братьями или с родителями. Когда позиция обиженная, она очень выигрышная. Обратите внимание, если нам удается обидеться первым, то, в принципе, это... Теперь пусть вокруг меня вертится. Это выигрышная ситуация. Поэтому быть обиженным вдруг, оказывается, есть преимущество. Естественно, что я обижаюсь, но есть даже какое-то удовлетворение, когда приятно быть обиженным. А когда приятно, не хочется из этого выходить. Поэтому почему? Потому что вот когда я обижен, значит, он или она, вот они плохие. А если они плохие, то я хороший. Приятно быть хорошим. Даже если обижен. И тогда мы видим, что жена может обидеться и не выйти из этой обиды на несколько дней. Как заляжет, тебе покажет. То же самое муж. Но прямо в сердце, как вот она, а я ее не забуду. Ничего не забуду тебе. Обида. Вот эта обида вдруг выясняет. Но в самом деле, во-первых, это душевная манипуляция. Кроме отдельных случаев, это манипуляция настоящая. Надо знать. Человек, который обиделся, знаете, вы сейчас манипулируете. Почему? Потому что вам неприятно, вы хотите, чтобы это было не так. Вы хотите всего лишь, чтобы было по-вашему. А, по-моему, вот обижусь, и вот будет по-моему. Сказать, чтобы они поняли. Это некое общение такое. Нет другой возможности. Руку подавать не буду, но зато, зато обида может оказаться очень действенным средством. Это обида. Это манипуляция. Не стоит ей пользоваться. И, во-вторых, есть проблема с ней. Мы портим свои души. Почему? Потому что мы вдруг начинаем наслаждаться, если не получать удовольствие от того, что я обиженный, как мы сказали. Если я обиженный, то значит, он меня обидел, значит, он плохой. А если он плохой, значит, я хороший. Это портит нашу душу. Это нам само по себе нельзя делать. Это очень важная тема сама по себе. Но давайте подведем маленький итог. У нас еще много других под тем. Уважать это с двух сторон. То есть есть сторона, которая должна проявить уважение, а вторая сторона, которая должна не обижаться. То есть она не должна быть столь чувствительна на то, что вторая говорит. То есть, как часто бывает, когда жена оскорбляется, когда верно. Давайте напомним. Он уже не хочет вас оскорблять на самом деле. Это культурного поведения. Пусть он работает над этим. Видите, мы сейчас говорим, да, этикет, да, вот семейный, давайте, рамки давал, он не должен выходить. Вышел. Ну, по-видимому, осознание того, что он это сделал только всего лишь по своей какой-то базисной культуре, не очень-очень высокой, должно помочь второй стороне, жене, мужу, отнестись к этому более снисходительно. Не делать из этого трагедии. Понимаете, в чем проблема? Проблема, что когда мы обещаемся, то нам мир становится черным, все становится плохо, вообще ничего не хочу, все, 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 все. Вот это, вот этого надо избежать. Настолько, насколько возможно. Это травмирует нас, все, портит все, дает возможность нам жить сами себе, сказать, по лбам, это грабли себе по лбу, каждый раз, себе, себе, никому. Дорогие друзья, это тема, о которой можно говорить до утра. Давайте теперь попробуем еще несколько других тем, хоть чуть-чуть затеять. Хотя, в принципе, то, что касается уважения, взаимного уважения, это самое центральное, что есть, это самое центральное, что есть. Оно же включает, оно включает, мы не упомянули, но в принципе, оно включает и многое другое, которое нужно знать, что это часть, часть, часть этого этики, например, доброжелательность. Тоже вроде часть уважения, но хотя доброжелательность можно вынести ее отдельно, почему? Потому что наша культура, в которой мы выросли, не было особенно быть доброжелательным. Там люди в основном были подозрительны, относились ко всему, знаете, так сказать, и не знай, что имеют в виду. Не хотелось бы входить в эту очень тему. Всегда было тяжело говорить на эту тему, даже не мог перевести с ивритой на русский язык всякие разные слова, где есть как бы выражение вот такой вот этой доброжелательности. когда изначально мы видим другого в хорошем свете. Более того, захотим его поддержать, похвалить. Все, на что есть такое. Есть вопрос, является ли это частью рутинной нашей. То есть в исключительной ситуации мы все люди доброжелательные, хорошие, но можем ли мы в рутине сохранить эту доброжелательность. Мы постоянно видели в своих супругах, в супругах, в детях своих родителей что-то хорошее. Это тоже надо воспитывать в себе, это тоже какой-то глаз добрый. Это тоже часть этикета, это тоже часть минимальной культуры человеческой, которую надо развить в себе. Быть доброжелательным другим людям. Что это включает и поддержать, и выслушать, и улыбнуться, и обнять, и сказать, что это хорошее слово, и похвалить, и сказать, что за, и восхищение выразить, и что нет. Выразите внимание, помогать. Все, что можно включить в это, надо включить, это вещь очень-очень важная. Естественно, мы говорим о том, что нужно делать, хотя об этом надо было говорить, о том, что технически нельзя делать. Это говорили много раз, сейчас это в этикете. Это не критиковать, не придираться, не искать плохого, не пытаться переделать кого-то другого. Эти вечные придирки, какие-то вечные недовольства, высказывания, это часть нашей культуры. Это вообще тема тоже сама по себе. Есть не делай, я делай. Мы чуть-чуть перечислили, делай, не делай. Это портит точно нашу жизнь. Портит нашу жизнь. Мы пришли из, раньше говорили, я не знаю, как раз говорят, из стороны советов. Мы людям очень любим давать советы, это самая мягкая форма, а как правило, мы любим давать ценные советы, мы любим критиковать, мы любим делать замечания, мы хотим хорошего, хотим только поисправить, это не так, то не тратно. Люди, которые ходят постоянно, чем-то недовольны, недовольны, тут не выключили электричество, тут не выключили волю, тут не заплатили вовремя, тут не экономно, есть люди, которые экономные, такие, да-да, они ходят, следят, или которые любят сильно чистоту, это не чисто, то не чисто, то не чисто, то не чисто, или которые следят за том, чтобы другие люди, не дай Бог, не проводили жизнь без дели. Они следят. Как только заметили, что кто-то сидит просто так, набрасывается у него, как-то, давая за миссию, чем-то лиц. Начинаем искать друг друга, начинаем постоянно выяснять какие-то отношения, какие-то придирки, какие-то претензии все время, что-то и не то. Иногда это нужно, иногда это оправдано, но, как правило, это часть просто нашей натуры и часть нашей привычки, поэтому нужно подобную вещь стараться и избегать настолько, насколько возможно. Нужно действительно настолько, насколько мы можем сдерживать себя, настолько, насколько мы можем. Надо когда в целом понять, что мир не принадлежит нам. То есть, точно так же, как каждый из нас полагает, что он тот, который правильно все понимает. И согласно его пониманию, мир должен быть устроен. И так все должно быть. В принципе, каждый из людей точно так же думает. То есть, когда мы хотим сделать замечание, в любой области, мы полагаем, что это правильно, но с другой стороны, человек, который это не делает, что он полагает? Что именно как он сделал, это правильно. Нужно ли, чтобы свет сейчас сгорел? Один считает, не нужно. Или кондиционер. Вот сейчас кондиционер работает. Почему так много работает? Почему так долго работает? Да-да-да. Один считает, что это не нужно. Второй считает, наоборот, это нужно. Почему? Потому что мне жарко, а ты хочешь сэкономить, тебе хоть я не знаю, два разных взгляда. Нам очень тяжело допустить легитимность взгляда другого человека. А это часть того самого этикета нормальности человеческих отношений. Без этого ничего не может быть выстроено в доме нашего. Снова и снова обращаемся. К тому же, мы не должны пытаться переделать друг друга. Согласно этому все эти придирки должны уменьшиться, и критика должна уменьшиться, все должно постепенно уйти. Дорогие друзья, тут есть много-много-много составляющих, которые мы говорили, аж мы, не надо сказать, даже не касаемся вот этого чувства, эгоизма, который охватывает каждого из нас в поступках своих, когда мы видим только себя и вообще не видим другую сторону. Это еще дополнительная сторона, но она более общая. И там просто форма поведения. Есть люди, которые постоянно агрессивны и постоянно находятся в каком-то состоянии нервозности. Есть люди, которые по свойству характеру, они должны кого-то достать, они должны застукать на чем-то, и они начинают зацикливаться, начинают снова и снова повторять этикет. Тут уже речь идет о другом уровне чуть-чуть, речь идет о некой болезненной зависимости, но если это не на таком уровне, то это становится частью этого этикета, этих норм, которые должны быть, мы не должны друг друга душить в семье. Давайте скажем это так. То есть когда мы говорим о любви, о высоких чувствах, все это хорошо, когда сохраните, как надо, это мы говорим в прошлый раз и еще, по-видимому, надо, все, кто тут участвовал, говорить об этом, мы говорим программа минимум, есть у нас такое понятие, как бы, как бы, как бы, программа сосуществования семейного, когда муж и жена научились не ссориться, когда им просто, ну, как-то, вот, по-человечески живется вместе, и не, чтобы это без трагедии, да, без ада совместного проживания, без этого огня вечного, этих сорок, как дойти до этого, научиться быть, вот, жить по какому-то семейному этикету, по каким-то правилам, взять это на себя и понять, что, насколько можно на эти грабли наступать, мы же сами себе, сами себе делаем больно, сами себе разрушаем свою жизнь, а вот возьмем эти правила, да, то есть уберем эти грабли из наших раздовок, вдруг увидим, что будет совершенно нормальная жизнь, жизнь, где есть взаимное уважение, да, где отсутствует эта глупая, неуместная критика, где существует агрессивность и постоянно вести неотношения, критика, претензии, придирки, вечное выяснение, как-то душит друг друга, кто-то вообще, не да, не да, у меня нет ни настроения, так я тебе покажу, что у меня нет настроения, фыркаем мне, крики, да, 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 вам не нужно, вам там, я не знаю, не знаю, что-то ждет вас, вы сами себя создали, с другой стороны, мы стремимся не к этому, мы стремимся к нормальным отношениям, хорошим отношениям, давайте проверять, как, вечер должен прийти здорово, хорошо, отношения, честно, человек должен быть, ничего нужно не раздражать, не провоцировать друг друга, не искать друг друга, отношения с уважением, с доброжелательностью, с улыбкой, с теплотой, с юмором, с любовью, просто чисто человеческие отношения должны быть, смотреть на друг друга добрыми глазами, дорогие друзья, я не знаю, мы долго говорим, тут наверняка, может быть, есть вопросы какие-то, давайте попробуем ответить на них, может быть, эта тема прояснится больше, уважаемая Лея, вы слышите меня, очень хорошо, конечно, конечно, ну, есть такой вопрос у нас, с чего начать уважение друг к другу, первый шаг, какой он должен быть? Первый шаг, пожалуйста, мы его в тот раз обсудили, да, его очень актуально сейчас, первый шаг – это уступить, просто взять на себя, взять на себя, как чисто техническую деталь, смотрите, а когда мы говорим о вещах, как бы, высоких, общих, да, это идеи, а не вещи, которые могут быть понятны, которые, можем быть, принимаем, осуществить очень тяжело, для того, чтобы осуществить конкретно, перейти от теории к практике, мы должны научиться выделить какое-то одно действие, действие, которое подвластно нам, почему действие, потому что, в отличие от всего и остального, действие нам наиболее подвластно человеку, поэтому действие как-то уступить в чем-либо, да, да, вот в какой-то, в конкретной ситуации, которая ближайшая, которая взяла на себя как задачу, то есть вы заранее знаете, неважно, что произойдет, вы правы, вы неправы, малейшее недоразумение с мужем, с женой, вы уступаете, вы заранее подготовили, вы ждете, даже можете себе приготовить приз, я знаю, там, шоколад, что-то уже ждет, но не опыт, а только удостоится, то, так сказать, надо уступить, почему, а сам, 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 все такое уважение, уважение, это признание, величие другого человека, признание, что он тоже человек важный, достойный, да, уважаемый, да, то есть, естественно, что мы людям уважаем, мы уступаем, потому что, поэтому он уважаемый, мы не будем вступать с ним в конфликт, поэтому для того, чтобы начать уважать другого, сначала надо сделать, это не связано с поведением второго человека, но он остается, как он есть, мы других людей не меняем, не можем менять только себя, правильно спрашивать, что начать, начать с себя, с того, что мы берем из себя, уступить другому. И это первый шаг. Когда мы это сделаем, вы увидите результат. Будет очень тяжело это сделать. После того, как вы сделали, вы вдруг понимаете о том, что а, в принципе, это возможно. Иди, знай, может быть, посмотрите на всю ситуацию по-другому. Посмотрите на что-то. О, по-другому. Это что-то меняет в нашей душе. И это, если говорим о первом шаге, то нужно, чтобы это был практический шаг. И это есть практический шаг, который в сторону на уважение другому человеку. Раваш, наша сегодняшняя тема называется семейный этикет. Когда слышишь слово этикет, это первая ассоциация, это что вилка должна быть слева, ножик справа. То есть какие-то действия абсолютно понятные. Те, которые нас учили с детства, то, что мы впитывали в течение какого-то времени, по сути, это какие-то простые правила, которые мы с детства, которым мы придерживаемся. Уступи место старшим и так далее. Все это этикет. И вот сегодня мы говорим именно о семейном этикете. Правильно ли я понимаю, что по сути это набор таких же простых действий. То есть то, с чего как раз мы говорим, с чего начать. Да, что это в принципе простота каких-то действий, которые мы тоже, в нас закладываются с детства, от родителей, от нашего окружения и так далее. Я понимаю, что конечно, мы сегодня говорим не про детей, но тем не менее, сейчас вот мы все родители и слушая вас, я вот, например, для себя понимаю, что уже сейчас нужно начинать начинать обучать детей вот этому семейному этикету. Когда они будут видеть, как родители общаются и так далее. Что самое ключевое, какие самые такие простые набор инструментов должен быть у нас, чтобы в общем-то создать действительно этот семейный этикет. Смотрите, вы все правильно тут заметили, не расставили. семейный этикет это некий набор правил. Давайте скажем так, это созвучно с определением, которое дается в наших источниках о том, что воспитание это привитие правильных привычек. Так и тут. В конечном итоге, после всех этих определений, семейных этикетов, речь идет о правильных привычках. То есть о том, как на самом деле мы должны привить нашим детям какие-то прототипы поведения, которые впоследствии помогут им в построении семьи, отношения в обществе. Речь идет о тех правилах, которые мы перечислили. То есть когда, когда, когда... В конечном итоге, вот что мы говорили? Мы говорили о том, что вот, молодая пара, было здорово, хорошо, поженились, там эйфория, до большого очарования. Потом какое-то шлободнее, ну и разочарование. Куда они спускаются? Они спускаются на свои, как мы говорили, базисную культуру. А откуда она идет? Она идет из дома родителей, откуда они пришли. Поэтому кто строит эту базисную культуру? Кто строит заранее этот семейный этикет, в который окунятся наши сын и наша дочь? Мы сами, мы родители. поэтому как важно, в какой атмосфере, я подчеркиваю, атмосфере растет наш сын, наша дочь. То есть, если они видят неуважительное отношение между отцом и матерью, то для них это прототип поведения. То есть, это становится их базой. Они не поймут, что существует вот такая форма, когда один другого уважает. Они даже не понимают. Понимаете? Сколько раз мне приходилось встречаться. Мне приходилось до слез. Знаете, до слез. Иногда говоришь о любви, о любви. Вдруг какая-то женщина поднимает руку и говорит, смотрите, меня, я никогда не видел любви в семье, я не знаю, что такое, я не могу дать своим детям любви. То же самое было, когда они говорят уважение, вдруг они говорят снова, что вы имеете в виду, уважение? Мы строим наших детей, мы строим их будущий этикет, из которого они будут жить, из них нету базу культурную, тоже будет их существование. Вот, Рафашер, вы подвели как раз к следующему вопросу, который как раз я хотела задать. Я вижу людей, которые сегодня к нам пришли, плюс-минус, я понимаю, что все мы, кто вас сегодня слушает, за исключением нескольких человек, это большевар, и мы, у нас были другие семьи, и, скажем так, мы из Советского Союза, как ни крути, даже те, кто родился немного после, и, конечно, на нас это наложило какой-то отпечаток. И вот сейчас, когда, например, вот я по себе могу сказать, когда я прихожу в гости к людям, которые воспитывались изначально в традициях, и изначально в таких словах, хочу, пытаюсь подобрать, не хочу говорить религиозных семьях, но именно, да, именно об этом, конечно, идет речь. У них, я вижу, что у них, они по-другому общаются, и муж, женой, и общение с детьми. И сейчас, вот, в общем-то, такие, я понимаю, что такие встречи с такими большими людьми, как вы, как наши многие спикеры, вот они, наверное, это путь к тому, да, чтобы мы правильно как-то сами перестроились, но тем не менее, в любом случае, за нами есть какое-то прошлое, и оно, никуда его, наверное, не деть, и вот как быть нам таким, который, вот, действительно, у нас прекрасная семья, я про свою семью, у меня прекрасные родители, но я не росла изначально в такой семье, которая, вот, про которую мы говорим. Вы правильно очень говорите, да, мы, мы, мы другие, можем ли мы быть, по, миновенные палочки волшебные другими, мы не только, мы не должны стать другими, мы должны быть самими с собой, есть, многие из нас как-то живут с каким-то таким ощущением, что, вот, погружаясь в еврейский мир, возвращаясь, видя примеры семей, хорошие, крепкие, здоровые, мы, мы очень хотим быть, как они, да, но, мы же люди, давайте, до конца шли, мы люди религиозные, верующие, так надо сказать, сказал, а, скажи, б, или, я, то есть, если бы, воля Бога была на то, чтобы мы выросли в мире религиозными, то мы бы родились, я знаю, там, в Нью-Йорке, там, или, 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 в Израиле, но мы, видите, мы выросли в том месте, где мы выросли, скорее всего, Богу виднее, где наша душа должна была начать расти, то есть, мы не должны видеть себя, во-первых, как бы, людьми, я знаю, второго сорта, то есть, мы были чува, а вот есть вот такие, а вот есть такие, вовсе нет, это взгляд человеческий, а вот взгляд божественный, вовсе нет, мы все равны, потому что, кто определил, что я должен был родиться, и вы в Советском Союзе, а не тут, в Мяшарим, в Иерусалиме, это Бог определил, значит, а так как мы знаем, что от него только добро исходит, и он для нас лучшего добро, значит, для меня и для вас, самое лучшее, что было для души моей и вашей, это родиться в Советском Союзе, вы слышите? Да, прекрасно. А тот, а секундочку, секундочку, а тот, что мы удостоверили, если быть более чува, ну, это бонус большой, который, так сказать, поднимает нас там наверху, еще больше, 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 да, наши, наши хатарабы, чува, наша чува, это вещи очень, очень, очень почтенные в глазах Бога, да, да, оставьте людей, мы говорим, давайте перед Богом все это надо рассматривать, поэтому, соответственно, этому для нас, у нас одна единственная цель, и это ответ на ваш вопрос. Мы же все хотим по-еврейски, по-толе, верно, так вот, по-толе, а все, что у нас есть, не важно, кто бы, откуда мы пришли, родился я тут, родился я там, и для них, и для нас, одно единственное, как бы, направление в жизни, это стать другим, поменять себя. Вот сейчас идет Роша Шана, проверка, я, не дай Бог, остался таким, или уже что-то изменил в себе. Мы не можем изменить полностью себя, мы не можем стать, как они, и не надо быть, как они, но зато меняться, постоянно быть другим человеком, чтобы не было такого, как, знаете, вот, вот, в светской мере иногда, как Академия рассказала, так сказать, он встретил своего друга, с которым не виделся 40 лет, вы слышите, 40 лет, знаете, что он мне сказал, он говорит, он зашел, как будто я вернулся ровно на 40 лет, он точно так же говорит, у него те же, та же манера разговора, ничего не изменилось, только там, посидел, то это, ничего не изменилось, те же темы, те же обстоятельства, все, все, все то же самое, это самое страшное, что может быть. Человек еврей, он должен меняться постоянно, каждый из нас должен меняться, он не должен остаться таким, какой он есть, должен все время что-то менять, что-то исправлять, что-то думать, что-то не быть такой, как есть. Поэтому, поэтому для нас, как болель чувак, мы не остаемся болель чувак, ничего страшного нет, puedo сказать, у меня это, наоборот, это большое величие наше, что мы болель чувак. Единственное, что нам нельзя останавливаться в нашем развитии, нельзя сказать о том, что вот я взял на себя ходить в синагогу или там какие-то внешние атрибутики, там не знаю, скажите спасибо, что я наделал на себя головной убор, или-ли-ли-ли, да-да, да-да, и там скромно я хожу, и на этом закончено, я больше не буду, а? Закончено? Вы закончите, прикончите само себя, будете только из-за этого очень больше страдать. Живут только те, кто развиваются, те, которые меняют себя, только там есть жизнь, все остальные мертвы, поэтому от нас требуется одно единственное, это идти мелкими шагами, но путем изменения самого себя, и быть сегодня, как вчера, и стремиться, чтобы завтра не быть как всего. Наверное, я вернусь именно к слову «этикет». Бывают такие ситуации, слава богу, они происходят нечасто, когда вроде бы ты знаешь, что правильно себя повести так, и чего-то не говорить, или наоборот сказать как-то мягче, но, что называется, вырывается, это как если молоток тебе на ногу упадет, да, то, в принципе, ничего хорошего ты про это не скажешь. И также вот в отношениях между мужем и женой бывают какие-то ситуации, когда даже, наверное, тяжело привести пример, но вот, допустим, сегодня у моей знакомой была такая ситуация, она попала в аварию, действительно, в очень серьезную, и просто чудом избежала лобового столкновения, и когда она позвонила мужу, он, в общем-то, как-то не проявил какой-то заботы и тепла, не успокоил ее, и пока она ждала соответствующей службы, ее все трясло, и, в общем-то, когда она приехала домой, она тоже не получила никакого сочувствия. И здесь тяжело, да, промолчать и не сказать, ну, как так ты мог? Ты же понимаешь, я могла умереть, а семья это, в общем-то, 25 лет, они женаты, и детей у них тоже достаточно. И здесь уже получается, что как-то не до этикета, когда такие серьезные случаи происходят. Верно. В всяком сомнении, смотрите, вы только эту ситуацию описали, я вам могу еще тысячи других описать, точно таких же, когда поступки, слова ранее другого, но мы же об этом и говорим, а семейные этике, то есть, давайте уберем эти слова. Те самые правила поведения минимальные, которые человек берет на себя. Мы перечисляли, одно из них это уважение, и это уважение включается в его многосоставляющие, как внимание к другому человеку. умение его выслушать, принять, и все это почтительно. Это часть этих минимальных правил, то есть, если подобное было, то этот муж, который, это, кстати, типичная ситуация, он там был занят своими какими-то мужскими делами. Такой ситуации, знаете, я помню, у меня женщина рассказала, что буквально то, что вы говорите, то есть, она упала, разбила себе ногу, звонит мужу, посередине работы, там своими делами он занят, а он ей говорит, ходить можешь? Она говорит, да, что ты мне звонишь? Раз, и закрыла трубку. Она там разрыдалась, она там, мне в жизни не простил, и все, это кошмар. Это полное отсутствие вот этого самого семейного этикета, минимальных правил, границ каких-то человеческих отношений, что подобное нельзя делать. Этот муж, он, так сказать, пройдет эта обида, пройдут несколько недель, он все успокоится. Единственное, может быть, муж этот придет себя, поймет, что он наделал, но, с другой стороны, жена тоже поймет о том, что, так сказать, верно, ее чувства в тот момент были правильными, все так оно и есть. Она, между мужем и женой должны быть отношения, которые понимающие, сочувствующие, которые поддерживают друг друга. И это не оказалось. Другой она подумала, может быть, именно в этот момент у него там что-то было, может быть, в этот момент он действительно сам оказался в какой-то ситуации, такой, не знаю, может идти какое-то все-таки, да, оправдание. Я не говорю, что что-то тут оправдать мужа, вовсе нет. Я говорю о том, что отношения, это яма эмоциональная, в которой сейчас находится жена. Она не хорошая сама по себе. Ну и что? Ну хорошо, он неправильно, все, разводимся, и теперь все ошибки, которые есть, моментальный развод, еще хуже будет. Теперь надо научиться. Нет, давайте не разводиться. Ну как продолжить эту жизнь таким человеком? Понимаете, надо рационально это решать. То есть мы ведем себя эмоционально, но решения-то должны быть как-то рационально приниматься. То есть надо искать, как выйти из этой ситуации, как не обидеться смертельно так, чтобы вообще перестать разговаривать на это что, чтобы это устроить скандалы и тогда. Дать ему знать, что он неправильно себя подел. Конечно, нужно это сделать. Но только правильными словами, правильным выражением лица, правильной интонацией голоса, в всяком сомнении, да, это не такое подобное. Держать это вещь сам, недопустимо, нечеловеческая даже. Но весь вопрос, что надо видеть всю картину, надо видеть, что жизнь надо продолжить с этим человеком. как это сделать, это надо снова-снова. Да, Равашель, спасибо вам огромное. Очень сильная была у нас сегодня встреча, и есть много над чем подумать. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, всего на лучшего всем слушателям, чтобы все жили счастливо, дружно, мирно. Да, и наверняка даже не нужно этого северного этикета. Как только есть любовь, у нас сказано, аль кольп шиит и хаси алява. То есть за все, если человек любит, то все остальное уже смысла не имеет. Оно прикладывается к этому. Любви, всего доброго. Спасибо большое. Шана тува. Шана тува, тива хатима тува. Всем слушателям. Всего доброго. Спасибо.